Всем добрый день. Спасибо, что пришли на эту секцию. Очень приятно вас видеть. Меня зовут Сергей Максимов. До этого я работал в таких компаниях, как Skype, Яндекс, ZeptoLab и делал продукты, игры для огромной аудитории. И в какой-то момент, год назад, я присоединился к компании Parallels. Если быть точным, к той части, которая занимается виртуализацией, серверной виртуализацией, делает продукты для относительно узкого рынка. И я хотел сегодня рассказать о тех особенностях, что происходит с человеком, когда он сначала делает массовые продукты, а потом начинает работать на корпоративном рынке. Я думаю, это будет интересно и познавательно. Первым делом вам придется заново разобраться, как устроены ваши пользователи. Если вы делаете какой-то публичный продукт, нет ничего проще. Вы можете в любой момент поговорить со своим потенциальным пользователем. Они ходят по улице, сидят в кафе, это ваши друзья. Нет ничего проще. Когда вы делаете корпоративный продукт, во-первых, у вас уже не миллионы пользователей, в лучшем случае сотни, тысячи, максимум десятки тысяч. И живут они, скорее всего, по всему миру, и добраться до них очень непросто. Второй важный момент. Напрямую вы практически не общаетесь. С одной стороны, вас отделяет отдел продаж, который ведет большую часть сделок на начальном этапе. После того, как вы продали, у вас появляется отдел технической поддержки, который старается решать вопросы клиентов. И напрямую у вас общения происходит не очень много. Давайте разберемся, как же пробиться к своим клиентам. Это надо сделать в первую очередь. Во-первых, помогайте своим продажникам, помогайте саппорту. Берите какие-то вопросы, где клиент хочет пообщаться лично с продакт-менеджером, обсудить какие-то новые разработки. Второй момент. Когда вы выбираете конференции, ходите не на технические конференции, которые обсуждают, как разрабатывать продукты, а ходите на отраслевые конференции, где собираются ваши клиенты. Это лучшее место, где можно буквально за один-два дня пообщаться с десятками своих существующих и потенциальных клиентов. И третий момент. Если у вас большая компания и позволяет возможности, проведите свой саммит, соберите клиентов на несколько дней в одном месте. Это будет, наверное, одной из самых продуктивных вариантов общения. Второй момент. Если вы раньше делали продукт, который решает конкретную законченную потребность пользователя, то сейчас ваш продукт – это всего лишь небольшое звено в цепочке бизнеса другой компании. И для того, чтобы вы правильно могли принимать решение, вам нужно понимать не только, как работает та часть вокруг вашего продукта, а целиком бизнес от начала и до конца. Например, если говорить про параллелс, то есть мы делаем виртуальные машины, с другой стороны, это очень техническая область, но мне необходимо понимать, как, например, решение, сколько виртуальных машин можно разместить на сервере, влияет на конечную стоимость продукта, сколько сайтов сможет захостить оператор. К примеру, так. И последний вопрос. Это, как многие генералы готовятся к уже прошедшей войне, то же самое, многие продукт-менеджеры думают о текущих проблемах. И к тому моменту, когда они придумают, что с этим делать, и продукт выйдет на рынок, этого будет уже недостаточно. Это будет базовый набор, и вряд ли это сможет вас как-то отличить в лучшую сторону от остальных игроков на рынке. Поэтому посмотрите, как живет бизнес сейчас, и подумайте, куда развивается индустрия ваших партнеров в будущем. Вторая важная особенность, чего не было в массовом рынке, вам предстоит работать с отделом продаж. И почему-то все новые продукт-менеджеры, которые приходят в эту отрасль, они очень часто ссорятся с продажниками. И в этом смысле это можно понять, потому что для продавцов в первую очередь важно закрыть текущую сделку. Поэтому они очень часто приходят с такими вопросами, пожалуйста, сделайте такую-то фичу в продукте, и я тогда смогу закрыть там многомиллионную сделку. Часто это не является правдой, и продавцы преувеличивают, приукрашивают вещи, искажают информацию, обещают невозможные вещи, причем в невозможные сроки. И в этом случае со всеми этими проблемами после подписания сделки придется разбираться именно вам. Очевидная реакция человека – начать пытаться выяснять отношения, как-то ссориться, но это путь в никуда. То есть, скорее всего, если будет разбор полетов, уйдет продукт-менеджер, а не весь отдел продаж. Поэтому первым делом вам нужно наладить конструктивное отношение со своими продавцами и научиться помогать. В первую очередь думайте о них, как о людях, которые зарабатывают деньги в компании. Нет продаж, все сидят без денег, и ваша компания не работает. Второй момент – начните им помогать. Очень часто клиенты хотят поговорить не с продавцом, а именно с техническим человеком, который разрабатывает продукт. И продавцы всегда вас просят переходить на эти встречи. Не отказывайте им, старайтесь максимально помогать. Но при этом помните, что процесс продаж ведете не вы. Вы не продавец, вы только помогаете. Спросите у продавцов, что можно говорить или нельзя. Например, была такая история, когда один увлеченный продукт пришел на звонок с клиентом, и ему требовалось рассказать, что вот да, действительно будет новая фича в следующей версии, успокоить клиента и все. Но он так красиво расписал, что будет в следующей версии, что клиент отказался от сделки и решил подождать, когда выйдет следующая версия. Поэтому будьте осторожны. Продажи – это все-таки немножко другая сфера, и оставляйте ее профессионалам. Как помогать продавцам в первую очередь? Продавцы сами не придумывают материалы. Вам нужно дать весь необходимый контент, описание своего продукта, как он сравнивается с конкурентами, где вы лучше, как отвечать на неудобные вопросы, почему конкуренты вас делают в определенных областях. Подготовьте демо, расскажите, как их лучше проводить. Из всего этого набора продавцы уже смогут составить свой инструментарий, которым будут пользоваться при продажах. Если вы этот набор им не сделаете, то они, соответственно, будут рассказывать небылицы, придумывать сами, или просто давать не очень интересный контент. Следующая область, о которой я хочу рассказать, это изменения в планировании. Во времена работы в Яндексе на все вопросы, что вы сделаете в следующей версии, можно было спокойно отвечать. Мы не комментируем свои планы и не обсуждаем. Яндекс понять можно, действительно всем пользователям нельзя рассказывать о планах, а вот в случае корпоративного рынка это уже не так. Здесь не то, что обсуждать, а скорее приходится согласовывать свой будущий roadmap с крупнейшими клиентами. Так получается, что среди сотен тысяч клиентов у вас всегда будет несколько десятков тех, которые приносят львиную долю выручки. И вы для них не просто вендор, который поставляет софт, вы для них партнер. И от ваших решений напрямую зависит, как будет развиваться их бизнес в будущем. Это значит, что любые решения roadmap на год, может быть чуть дальше вперед, вам нужно согласовывать заранее с клиентом, чтобы они понимали, что вы будете делать. А как же работать с маленькими клиентами, которые всех не обойдешь, все-таки их сотни тысяч, десятки тысяч. И в этом случае процесс релиза нового функционала в корпоративном мире часто растягивается на значительное время. Сначала вы выпускаете версию, которая называется ознакомительная, где можно посмотреть, поиграться, решить, будет ли вы использовать эту фичу или нет. Дальше обычно бывает несколько бет, и постепенно, когда продукт доходит до готовности использования в продакшене, где есть уже пилотные внедрения, когда большая часть багов зафикшена, он объявляется готовым к уличному использованию. Этот процесс занимает иногда несколько месяцев, иногда до года. Поэтому за это время все заинтересованные стороны обычно успевают посмотреть и интегрироваться с новым функционалом. И самая, наверное, сложная часть, видимая часть продукта для вас это только вершина айсберга. Для любого корпоративного продукта самое важное, то, что напрямую поддерживают интеграцию со всеми остальными инструментами, которые есть у ваших клиентов. Это API, несколько вариантов SDK, консольные утилиты и так далее. И однажды, выпустив API для вашего сервиса, вы его обязаны поддерживать очень и очень долго. При этом, когда ваш сервис эволюционирует, вы все равно вынуждены поддерживать этот API, который вы выпустили несколько лет назад, возможно, пять лет назад даже. И в корпоративном мире невозможно себе представить, что какой-то продукт не является обратно совместимым. Это самая страшная ошибка, которую, наверное, можно сделать, потому что, если вы что-то меняете у себя и решаете не поддерживать какую-то версию, для ваших клиентов это на пустом месте дополнительные расходы, чтобы все переделать, перетестировать и заново заставить работать, хотя они сами никаких изменений не планировали. Это, наверное, самая грубая ошибка, которую можно совершить. Давайте поговорим, как определять приоритеты при планировании. Когда я пришел в Parallels, и это есть практически в любой компании, вы посмотрите на бэклог и увидите, что он заполнен где-то на 2-3 года вперед. То есть если вот сейчас сесть и делать, можно расслабиться и просто ждать, пока будут выходить релизы. Там полно запросов от ваших продавцов, там полно ответов на действия конкурентов, которые надо обязательно догнать, и много-много всего еще. Но в какой-то момент стоит спросить себя. Вы плывете по течению, то есть за вас вашу повестку, ваш бэклог определяют другие люди, то есть то, что вас просят сделать, или это то, что вы решили делать, потому что вы так видите развитие своей компании. В принципе, если вы делаете только то, что вас просят, эта стратегия позволит вам занять почетное второе, может быть, третье место на рынке, потому что вы будете в лучшем случае догонять, и может быть, не хуже, чем другие компании. Если вы рассчитываете все-таки занимать лидирующие позиции, то вам стоит подумать о том, куда действительно будет развиваться бизнес в следующие годы и делать что-то на опережение. Это большой риск, очень часто не получается, но это единственный шанс, скажем так, занять первое место. Лидеры во многих областях меняются очень часто, и если вы хотите быть на этом месте, вам приходится рисковать. Как определить, что делать, условно, задачу А или задачу Б? В данном случае в массовых сервисах чаще всего пытаются оценить, сколько денег принесет либо фича А, либо фича Б в вашем продукте. В корпоративном секторе это сделать очень сложно, потому что напрямую предсказать увеличение продаж вам будет очень сложно. То, чем пользуемся мы и многие другие компании, у них есть некий сферический модель идеального клиента в вакууме, который описывает его бизнес-модель, и как встраивается ваш продукт. Дальше вы делаете небольшое изменение и смотрите, как фича А, например, повлияет на его прибыль, или как фича Б. Та разница дохода, который получит ваш клиент, является, по сути, меркой важности этой разработки. Это, кстати, объясняет, почему все корпоративные продукты выглядят очень страшно. То есть если посмотреть на публичный сервис, дизайн – это ключевое, и удобство пользования – это ключевая вещь. Если посмотреть глазами корпоративного пользователя на дизайн, то это в лучшем случае было бы неплохо, но на самом деле придется переучивать весь свой персонал, а вы еще потратите кучу денег на разработку новой версии. Поэтому дизайн меняют очень редко и очень неохотно. Так что, к сожалению, это суровая судьба, наверное, всех корпоративных продуктов. Последняя тема. Вот что меня больше всего расстроило – это ситуация с аналитикой. До этого я работал в ZeptoLab, и очень рекомендую следующий доклад, который будет рассказывать Олег про создание игры. Аналитика просто идеальная. Вы видите каждый шаг пользователя, можете моментально проводить эксперименты, через буквально несколько дней вы уже знаете, правильное это решение было или нет, а через неделю вы пробуете новую версию. Здесь все это не работает по двум причинам. Причина первая – то, что те версии, которые вы выпускаете, не раскатываются безумно долго, вы ее будете делать несколько месяцев, а еще полгода клиент будет решать, ставить ее или не ставить. Второй момент – это безопасники. Это страшные люди, которые поломали планы ни одного продукт-менеджера, потому что они запрещают вам делать вещи. Например, внешнее соединение, которое отсылает данные к вам, они его, скорее всего, закроют и скажут, не положено, это уязвимость. Что делать? Здесь пока нет какого-то общего решения, поэтому приходится изобретать велосипеды. Это то место, где это еще актуально, и я надеюсь, может быть, появится какое-нибудь продуктовое решение для аналитики именно для этих случаев. Обычно происходит так. То есть вы собираете уже не все возможные ивенты, вы внимательно думаете, что вы хотите собирать. Часто вы обрабатываете их прямо на месте и пишете в какой-нибудь файлик, и он должен получаться такого размера, чтобы его легко можно было отправить по почте или стащить через VPN и так далее. Тогда вы можете в какой-то момент попросить ваш отдел саппорта в момент, когда они приходят к клиенту, заодно и забрать данные за статистикой. Это первый момент. Второй момент. Вы можете позвонить самому клиенту и попросить вам, если несложно, отправьте, пожалуйста. Так как в файлике там все прозрачно, он может посмотреть, что никаких секретов нет, мы ничего не воруем, то, в принципе, чаще всего клиенты соглашаются это сделать. Сейчас появились некоторые сервисы, которые работают по модели подписки. То есть вы продаете не вечную лицензию, а лицензию, которая постоянно проверяется. И в этом случае безопасникам приходится оставлять один канал, через который ваш софт идет на сервер и проверяет наличие лицензии. Если в запросе на проверку лицензии отсылать аналитику, то это тоже очень хороший вариант. Тогда вы можете получать ее автоматически и практически, наверное, каждый день, может быть, неделю. И еще важный момент. Так как вы изобретаете велосипед, тоже чего не бывает в массовых продуктах, вы сделаете аналитику по использованию вашего продукта, но, скорее всего, забудете некий ID, который поможет вам связать данные ваших клиентов с системой, где хранятся продажи. И у вас получится два набора данных. Первый, который описывает всевозможные продажи и абсолютно оторванный набор данных по использованию вашего продукта. Скрестить их потом будет очень сложно. Поэтому изначально подумайте о том, что если вы собираете аналитику, как она будет стыковаться с другими системами. И напоследок несколько полезных советов. Вот то, что мы пробовали и то, что действительно работает, не совсем очевидно. Как я уже говорил, есть несколько десятков огромнейших клиентов и очень длинный хвост маленьких. Но маленькие клиенты бывают двух типов. Маленькие клиенты, как маленькая компания, они покупают мало. Бывают большие компании, которые просто имеют очень ограниченную инсталляцию вашего продукта. С первыми сложно что-то сделать, они и так уже на пределе, а вот со вторыми есть возможность поговорить и выяснить, почему они не пользуются этим продуктом на полную мощность. И в принципе во многих случаях получается большого клиента, который мало пользуется, превратить в большого клиента, который пользуется много. Это очень хорошие потенциальные точки роста для продаж вашего продукта. Второй момент. Это всем приятно разбираться в выигранных сделках, в каких-то новых анонсах. Но самое интересное происходит с теми клиентами, которые от вас уходят. То есть если вы видите, что у вас была компания, которая активно пользовалась вашим продуктом, потом начинает пользоваться меньше и меньше, в какой-то момент собирается вообще пропадать с радаров, вот самое интересное происходит там. То есть стучитесь, выходите на прямой контакт и спрашиваете, почему это происходит. Я думаю, что самая полезная информация, которую можно получить от клиентов, она находится именно у этих клиентов. Они вас научат на порядок большему, чем успешные клиенты во многом. И последний момент по поводу службы поддержки. Если честно, до Parallels я не видел такой квалифицированный и грамотный служба поддержки, которая часто лучше, чем разработка, знает продукты и соответственно… И я заметил, что ребята работают не только как люди, которые пытаются решить проблему, но они работают по сути евангелистами и рассказывают о том, что есть в новой версии, а как бы это можно было сделать по-другому. И они продвигают действительно изменения в новой версии нашего продукта и подталкивают клиента двигаться дальше. Корпоративные люди не любят обновляться, а вот именно саппорт, постоянно напоминая о преимуществах следующих версий и потихоньку показывая, как бы эти проблемы можно было решить, если бы вы не сидели на старой версии, двигают ее вперед. И в хорошие, скажем так, годы поддержка может генерировать порядка 10% продаж по сравнению с новым. Я закончил. Еще одна маленькая ремарка по поводу Odin. Odin – это тот же самый Parallels. Где-то месяц назад произошел ребрендинг того бизнеса, который занимается автоматизацией. сервис-провайдеров и виртуализацией. Теперь он называется Odin. Полюбившийся всем бренд Parallels он остается исключительно для десктопных продуктов, то есть виртуализация на маке она по-прежнему будет называться Parallels. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. У меня есть два вопроса. Первый – по взаимодействию с клиентами. И второй – про аналитику тех клиентов, которые уходят. В общем, первый вопрос. Есть такое понимание, что есть предпроцентные клиенты, которые отвечают в помощи всех. Они готовы общаться, они готовы давать СПП, но они могут быть нерепродуктивными. Как решать эту проблему? Второе – это когда ухода, для чего клиента – это очень понятно. Что делать, когда есть в дом, где потом уходят маленькие клиенты, которые важны, и они уходят в них важным причинам? Есть ли способ анализировать? Что вы делаете? Первый вопрос. Да, действительно, есть клиенты. Они обычно не самые большие по деньгам, но самые громкие в плане запросов в поддержку и вообще комментариев. Действительно, мы стараемся, в первую очередь, обращать внимание именно на больших клиентов, которые генерят нашу ручку. Это не значит, что если вы начинаете собраться у нас вопросом на не тот клиент, мы вас будем игнорировать, но все-таки приоритет и выслушаемый на всех, а вот реальные действия, которые будут предприняты в продукции, они, наверное, в первую очередь, зависят от веса клиента. Вторая часть – отследить уход маленьких клиентов сложно, потому что у нас каждый месяц добавляются сотни, уходят сотни клиентов. И часто бывает так, вот чем полезны мне публичные конференции, когда ты знакомишься с совершенно знакомым человеком, а он тебе говорит, что он вам не пользуется весь год назад, то, что оказывается, что это маленькая компания, тебе, естественно, рассказывают все истории. Но все зависит от того, насколько серьезная ориентация он приводит. Действительно ли мы хотим исправлять эту вещь, или они просто ошиблись, иначально выбирают продукт. Может быть, мы были лучшим выбором для этого. Но вот целенаправленно отследить именно совсем маленький поток уходящих клиентов сложно. Есть у вас такой кастомизированной версии для заказчиков? А вот это один, есть несколько версий. Мы стараемся не делать кастомизированную версию. С одной стороны, мы предлагаем не только продуктное решение, то есть мы поможем выбрать железо, мы поможем синтегрироваться и сделать все необходимое. Но при этом, для того, чтобы масштабировать продукт на большое количество клиентов, мы стараемся не делать кастомных вещей. Именно потому, что чем более кастомный ваш продукт, вы превращаетесь в клиенту интегратора, чем в компанию, которая может масштабироваться на больших количествах. У вас не бывает как обычно пожаловать на клиент, что сделать только это обязательно, чтобы вы не используете? Бывает, но всегда нужно договориться и привести это к некому изменению, которое будет полезно не только этим клиентам. Спасибо. Такой вопрос. Вы сказали, что продажа сейчас помогает продажникам, с пониманием продукта. Продажники обычно все равно продажат яблоки и так далее, картошку. Насколько не превратится ли он в палочку-курчалочку для каждого серьезного клиента для продажников? Это первый вопрос. И второй, насколько он должен глубоко погружаться в подготовку продажных материалов или это на уровне серьезного останавливается? Это первый вопрос. Давайте я на него отвечу. Мне кажется, если вас слишком сильно начинают дергать продажи, это значит просто, что у вас не крутая контента для них. Старайтесь делать тот контент для маркетологов, для продажи, для саппорта, который они могли бы использовать. Чтобы он лежал где-то, он был актуален, можно было взять и использовать. Когда они будут реже вас творить, ясно. И в основном это будут такие встречи, где просто показать, что вот есть технические люди, что у них есть некоторые новые технологии, если мы будем их покупать, то это компания для одноклевиков. В остальном я рекомендую не могу наращивать контент, который мы могли использовать в себе отдела. На втором вопрос. Вы продвинете в воздвае раскручивание. Должен ли нам фонд-мэринг сильно его анализировать? Или на самом деле вы скорее продажи должны смотреть уходящие клиенты, малопользующие клиенты, чем их нужно привлечь, анализировать эти стадиси, эти тенденки? Здесь сложно сказать, кто должен, потому что это интересный момент. Не важно, кто начинает там изначально копать. Мне это в первую очередь интересно, почему наша инсталляция в некоторых компаниях не становится большим. Это значит, что там используется какой-то другой продукт и мы ему, скорее всего, проигрываем. Мне это интересно с этой точки зрения. Если я понимаю, что в этой компании нет такого четкого преимущества в любом продукте и там можно ввести, естественно, на этот аккаунт можно передать на этаже. Ваши продажи не упрекации? По-разному. Продавщики бывают очень разные. Есть люди, которые работают 15 лет и знают досконально вообще все, что происходит, все, что происходит, все, что происходит, есть люди, которые относительно много. Бывают разные. Вопрос кончится? Да. Два лучших вопроса. Я, наверное, выбил первый и последний вопрос. Ну, один из-за сегодня. Кому или футболка, кому пакетит? Какой же футболка? Хорошо. Проговорились. Продолжение следует... Спасибо. 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 Продолжение следует...